Так, ребятки, начинаю разделывать селёдку на филе. Эта селёдка у меня пойдёт на салат селёдка под шубой. Хочу разделать на филе. Там всё равно, когда разделать на филе, остаются маленькие такие косточки. Мне Сергей ужасно не любит, когда косточки в шубе. Надо будет их максимально... Ну, я думаю, что я возьму обычный пинцет. У меня есть старый пинцет. И буду выщипывать потом косточки. Ну, а что делать? Потому что всё равно они попадаются. Я даже пробовала, брала уже филе просто в магазине, уже разделанное, да, филированное селёдку. Всё равно там в спинке есть мелкие косточки. Короче, селёдку спарываю ей пузико, животик. Называйте, как хотите. Так, давайте вот это вот сюда буду складывать, все ошмётки. Здесь у нас что? Здесь вот эти вот молоки. Бывает, икра попадается. Вот сегодня такие вот штучки. Вот это вот всё очищаем. Как вот эту выкидываем, она не нужна. Так, вот это вот сюда. И селёдку я промываю. Вот это вот тоже очищаю. Хребта, вот эти все плёночки. Всё, ой, жирная. Прям вот руки, это хорошо. Руки прям жирные. Хорошо, когда селёдка жирная. Она тогда самая вкусная. Так, и промываю. И нож промываю, потому что уже загадила эту досточку. Промываю просто холодной водичкой. Немножко. Изнутри. Вот так вот. Странно, что это моей кошки ласки нету рядом. А, она лежит, она девачки спит. Глаза закрыты, наелась и спит. Обычно, когда рыбой пахнет, всё, она тут как путь. Там уже нам пишут, что написали недавно, по-моему, позавчера, написали комментарий, что кошка у вас худая очень, мол, голодом замучили. И сегодня, смотрю, пишут, у нас вышло видео, где продукты мы покупали, показывали, что купили на Новый год. И написали, что кошка уж очень тощая, мол, не кормите, кормите побольше. Ребятки, мы кошку нашу кормим. Просто, может быть, кто-то не знает, она после беременности, после родов, после кормления детей. После того, как родила, она вообще, она такая, она как анорексичка стала. Мы кормим её достаточно. Но у неё и тоже там пишут, что, мол, прогоните ей этих самых, ну, не за столом сказано этих. Короче, глистов, да. Всё прогнали, всё нормально с этим. Просто она, ей нужно время, чтобы она немножко сейчас поправилась, кстати. Она, после родов, вообще страшна была. Сейчас вот она уже более-менее в норму приходит. Просто нужно какое-то время, чтобы она поправилась. Не всё же сразу, правильно? Так что мы её кормим. Так, дальше, ребятки, хвостик я обрезаю. Что такое? Он нам не нужен. Вот здесь вот по спинке прохожусь ножом. Ну, хорошо, когда нож острый. Вот так вот прохожусь до самого вот хвостика. Так, досточка у меня ёрзает, конечно. Давай, наверное, я сейчас положу эту самую пряточку, чтобы она не ёрзала. Но это у меня досточка. Я её использую чисто для рыбы. Рыбная досточка. Вот так вот будет, наверное, лучше, удобнее, да? И теперь вот так вот здесь вот возле, с головы начинаю поддеваю. Не могу поддеть. И вот так вот шкурочку просто стягиваю, убираю. Ну, бывает хорошо селёдка очистится, бывает хуже. То такое. Вот так вот убираю эту. Вот здесь вот косточка. Я её прям пальчиками так вот достаю. И дальше тяну шкурку. И с обратной стороны то же самое. У меня вообще Сергей обожает селёдку под шубой. Вообще не на празднике, а так вот в обычные будни мы частенько делаем, как я называю, ленивая шуба. Кому интересно, на канале у меня есть рецепт. Многие уже попробовали так готовить. Всем понравилось. У меня Сергей в течение года кушает просто ленивую шубу. То есть не делаю я слоями, а просто всё в одной ёмкости замешиваю вместе с селёдкой. И получается, то есть по вкусу всё как шуба. Так, теперь я беру, так, как мне вот так вот лучше, вот так вот пальцами, прям пальчиком отделяю от хребта со стороны, вот со спинки. Вот так вот. Вот видите, просто разделяю. Как будто снимаю. И вот оно снимается с ребрышек. Ну, я думаю, в принципе, все знают, как селёдку разделывать. Это я так на всякий случай. Выкладываю сегодня видео понемножку, небольшими роликами, потому что Сергей снова забрал компьютер. Я сегодня без компьютера. Мне не на чем монтировать. Там кое-что нужно доделать в компьютере. Вот, я без компьютера, поэтому такими небольшими сегодня видео выкладываю. Уже выкладывала, выложила на канал видео, как я утку мариновала. Кому интересно, посмотрите, там такой шикарный массаж, мне так кажется, для утки сделала. Должна получиться, она очень вкусная, мягкая, вся промассажированная. И в другую сторону тоже вот так вот снимаю. Вот, что я хотела сказать. Обычно, я же говорю, ленивую шубу готовим. Ну, на праздник хочется уже такую слоёную настоящую селёдку под шубой. Приготовит Сергей. Но, вот, единственное, что надо будет косточки очень хорошо вытаскивать. Если, смотрите, вот, рёберные косточки, они все остались здесь. Вот, вот они, видите? Вот. Ну, где-то, где одна там какая-то тут ближе к хвосту попалась, вот так вот ножичком прям вытаскивать. А вот здесь, вот, ребятки, если провести пальцами, вот здесь вот есть мелкие-мелкие такие вот косточки попадаются. Нет, кстати, ещё нормально они вытащились. Вот они все. Нет. Хорошо ещё так без косточек. Так, вот это вот с животика лишнее обрезаю. Ну, короче, надо максимально от косточек очистить. Нет, ну я тут не наблюдаю костей. Отлично. Так, вот косточка. Потому что они любят, когда в селёдке под шубой попадаются косточки. Нужно всё очистить максимально. Вообще, когда гости, мы на Новый год гостей не ждём, будем с вами отмечать, я уже говорила. Когда гости приходят, я шубу делаю огромную, готовлю, двухслойную. То есть, идёт у меня селёдка, картошка, там морковка, яйца, да, всё перемазывается майонезом, а потом снова сверху селёдка, картошка, ну вот это вот яйца. И она получается у меня такая высокая, я называю её двухъярусная, то есть огромную большую шубу делаю. Она пропитывается и очень вкусная. Ну а Сергею я немножко, мне одной селёдки хватит на шубу. На нарезку я взяла скумбрию. Так. Вот здесь вот есть косточки у хребта. Ну вот это вот его любимый салат. Я себе просто сделаю печень трески. Блин, я не знаю, чего я сегодня не купила, я видела в магазине, почему я не купила эти тарталетки. Есть вафельные, как и звали, вафельных коржиков, такие тарталетки. А есть из песочного теста. Чего я их не купила, потому что я думаю, у меня салата выйдет этого из печени трески. Так как у меня там только яйцо, печень, трески и лук, его небольшая порция выйдет. Не надо было тарталетки взять, пораскладывать. Не знаю, может быть я ещё в сельпу вечером сбегаю, хотя вечером, уже 9 часов вечера. Может, или завтра утром, может зачем-то... А, Сергей будет за картошкой идти и завтра купит. Хочу эти тарталетки для вот этого вот салатика с печенью трески. Так, ну всё, ребятки, отлично. Потому что бывает иногда... Ага, а вот здесь вот есть, вот если пощупать, вот здесь именно в спинке мелкие. Но я потом уже без вас возьму пинцет, может быть попробую пощипать. Но не нужны мне косточки. Всё, селёдка разделана. Я вот так вот прям накрою тарелку в пакетик и в холодильник. Салат буду, конечно же, завтра делать селёдочку. Под шубкой. Жалко, Лена не кушает. Но вообще, дети, наверное, не сильно салаты с селёдкой. Вот мимоза она у меня не кушает. С печенью трески салат тоже не кушает. Детям как-то, не знаю почему, не нравятся такие салаты. У неё любимый салат это из крабовых палочек и оливье. В принципе, всё. Но я у неё спросила, Лен, давай, что, скрабовых палочек недавно мы ели. Готовили, вот на канал рецепт выкладывали. Оливье мы очень давно кушали. Давай оливье. Говорит, нет, давай из крабовых палочек. Ну, значит так. Ну, хотя, какой Новый год без оливье? Ну, я решила, что я не буду оливье готовить. Потому что, ну, и там, получается, три салата. Селёдка под шубой, печень трески и крабовая. Дело в том, что это кому-то надо всё кушать. А я уже говорила, первого числа мы уходим к маме. То есть, там будем сидеть с 12 часов дня. Ну, и, естественно, до позднего вечера. Вот, будем там кушать. И, ну, куда эта еда вся будет пропадать дома? То есть, надо доедать. А мы ещё такие едоки. Сергей хочет бутерброды с колбасой. Ой, ну, ничего, будем кушать. Вообще, не хочется на Новый год всегда наедаться. Но всё равно тут осядешь за праздничный стол. Вот. И за... Так, сейчас апокетик достану. И за первые, как у нас обычно происходит, мать целый день готовит, два дня готовит. На стол накрыла, сели. Привычно быстренько кушать. 15 минут мы животы наполнили. Наполнили, и всё, и сидим. И чё делать? Не, ну, пойдём на ёлку. Так, а мне, наверное, в пакет не влезет тарелка. Или вместится. Всё, вот так вот, чтобы в холодильник не пахло, рыбой холодильник. И вот так вот в пакетик, и в холодильник. Всё, ребятки, селёдка готова.